Доводилось ли вам когда-либо видеть ядерный взрыв? К счастью, своими глазами его наблюдали единицы, а вот фото и видео со смертоносным грибом на горизонте давно стало достоянием общественности. Но при всей грандиозности последствий взрыв нейтронной бомбы не идет ни в какое сравнение с гибелью гигантских звезд. Даже если подорвать весь имеющийся в нашем распоряжении арсенал, это будет похоже на слабый отблеск свечи рядом со сверхмощным прожектором. Почему мы об этом заговорили? Дело в том, что недавно один такой объект, находящийся в относительной близости от Земли, вероятнее всего взорвался или собирается это сделать в скором времени. Откуда взялись подобные выводы? И что в связи с этим угрожает нашей планете? Попробуем ответить на все вопросы последовательно. Хаббл, подпишись! Для начала характеризуем саму звезду, жизнь которой неуклонно подходит к концу. Речь идет о величественной и невероятной Бетельгейзе. Это настоящий огненный монстр, одна из наибольших звезд, найденных астрономами до сего времени. Чтобы сравнить ее размеры с солнечными, лучше обратиться к наглядному примеру. Попробуйте представить песчинку, лежащую рядом с колесом от Белаза, и соотнести их габариты. Если бы Бетельгейза заняла место нашей родительской звезды, то в период максимальной светимости с чистой совестью поглотила бы все планеты вплоть до Юпитера, а это от 500 до 800 солнечных диаметров. Остальные параметры Бетельгейзе также впечатляют. Ее масса в 17 раз, а объем в 300 миллионов раз больше Солнца. Светит она в 80 тысяч раз ярче нашей звезды. И это в период минимума. Максимум же составляет 105 тысяч раз. Почему яркость Бетельгейза столь разительно меняется? Просто светило принадлежит к агорте переменных звезд, чьи размеры и светимость периодически колеблются. Обычно с амплитуды от 150 до 450 суток. Эти удивительные показатели превращают звезду, относящуюся к красным сверхгигантам, не только в настоящее космическое чудовище, но и лишний раз напоминают, что жизнь подобных объектов по меркам Вселенной довольно коротка – не более 10 миллионов лет против 10 миллиардов, отведенных Солнцу. Находятся Бетельгейзы в созвездии Ориона на расстоянии примерно 650 световых лет от нас. Информация о звезде Исполине, известная нам, поражает воображение и даже пугает. Но недавно произошло событие, ошеломившее ученых еще больше. Буквально в декабре 2019 года Бетельгейза внезапно принялась значительно тускнеть и с 9-го места по яркости резко переместилась на 23-й. Сначала подобные метаморфозы приняли за некорректную интерпретацию наблюдений, потом за случайность или очередное плановое потускнение. Но теперь астрономы уверены – со звездой что-то не так. Ответ напрашивается сам собой. Красный сверхгигант, вероятно, исчерпал свое топливо и агонизирует перед взрывом. Более того, если вспомнить, что макрокосм – странное место, где все объекты, наблюдаемые на небе, видятся такими, какими они были определенное время назад, то вполне возможно, что этот взрыв уже произошел, только заметен он станет спустя сотни тысяч лет. Дальше больше. В начале 2020 года случилось еще более невероятное происшествие. Астрономы обсерватории Лига зафиксировали отчетливые гравитационные волны из того региона, где находятся Бетельгейзе. Специалисты оценили их как последствия взрыва звезды и тут же связали события с недавними колебаниями ее светимости. Правда, в указанной схеме есть некоторые нестыковки. Например, ученые, хотя и относят гравитационные волны к исходящим после вспышки сверхновой, при этом не обнаружили значительного числа нейтрина, которые должны присутствовать во время выделения столь колоссального количества энергии. Возможно, эти отголоски пришли с гораздо более дальних областей космоса, чем те, где доживает последние тысячелетия Бетельгейзе. Пока ни на один вопрос ответа нет. Все перечисленные тайны еще предстоит разгадать. Теперь, наконец, мы подошли к насущным вопросам. Какой силы и масштабов может быть взрыв и какими последствиями он грозит для землян? Ответим сначала на первую часть фразы. Считается, что Бетельгейза, учитывая ее класс, со стопроцентной вероятностью подвергнется вспышке сверхновой, в результате чего кратковременно увеличит свою светимость на 8 порядков. В итоге на нашем небе звезду можно будет заметить даже днем, а ночью она сравнится по яркости с полной луной. Пройдут месяцы или даже годы, и Бетельгейза постепенно исчезнет с земного горизонта, превратившись либо в сверхплотную и крохотную нейтронную звезду, либо в кислородно-неонного белого карлика. В первом случае вместо красного гиганта во много раз больше Солнца останется космическое тело 20-километрового диаметра, чайная ложка вещества которого будет весить, как все население Земли. Согласно второму сценарию, Бетельгейза сбросит объемную газовую оболочку, и на месте монстра останется только его скромное ядро. Но вернемся к самому взрыву. До этого предполагалось, что небывалое по масштабам событие произойдет не ранее, чем через 100 тысяч лет. Но в свете последних сообщений ученый мир начинают терзать смутные сомнения. Кстати сказать, подобный катаклизм в нашей галактике в последний раз фиксировался еще в начале 17 века, когда астрономы наблюдали последствия взрыва звезды SN1604 или сверхновой Кеплера, названной по имени человека, изучавшего ее. Она вспыхнула в 1604 году в созвездии Змееносца, что в 20 тысячах световых лет от Земли. Но это гораздо дальше, чем Бетельгейза. Следовательно, кроме удивления и заинтересованности в научных кругах, взрыв никаких последствий для человечества не имел. Грозит ли крах Бетельгейза благополучию землян? Наверняка сказать сложно, но одно можно утверждать точно. К счастью, Солнечная система не входит в условный радиус гибели, составляющий 50 световых лет от погибающего объекта. Ведь известно, что все тела, находящиеся внутри указанного рубежа, подвергнутся крайне серьезной опасности. Но полностью исключать неприятности для Земли, которые сулит ей взрыв сверхновой, тоже нельзя. Специалисты думают, что, скорее всего, Бетельгейза не породит смертоносный гамма-всплеск. Хотя, если ученые ошибаются, то направленный на Землю луч способен стерилизовать планету до состояния мертвого булыжника. Утешает одно. Даже если поток будет нацелен на Землю, то рентгеновские лучи и жесткий ультрафиолет не смогут нанести нашей планете существенного вреда ввиду огромного расстояния. И тем не менее радужное настроение придется развеять. Несмотря на то, что Бетельгейза и Землю разделяют сотни световых лет, взрыв может спровоцировать тотальное уничтожение озонового слоя нашей планеты, обезоруживая ее перед лицом космической радиации. Примечательно, что веществу, выброшенному Бетельгейзе, понадобится не менее 6 миллионов лет, чтобы достичь Земли. Откуда такая точность? Ученые полагают, что скорость частиц вряд ли превысит 13 километров в секунду. При этом надо учитывать также тормозящее влияние солнечного ветра. К сожалению, взрывы сверхновых – события из категории де-факто. То есть предсказать их просто невозможно, остается только ждать. По современным подсчетам, гигантской Бетельгейзе исполнилось более 9 миллионов лет. А это значит, что светило доживает, фигурально выражаясь, последние дни. Как бы то ни было, канал Хаббл будет следить за развитием событий вместе со всем миром. Ведь новости в этом вопросе касаются каждого. Спасибо, что смотрели. Еще большее спасибо за то, что поставили лайк. И мегагалактическая благодарность за то, что подписались на канал. Если вам понравилось это видео, то обязательно расскажите нам об этом. А если хотите больше подобных выпусков, то пишите в комментариях хэштег «Больше космоса». Это даст понять, что подобный контент вам как минимум нравится. И не забудьте подписаться на наш паблик ВКонтакте, там мы постим все то, что не вошло в выпуски. До встречи! И я безумно счастлив, что есть такое число людей, которые готовы тебя выслушать и иногда поддержать. Разве не мечта? Я бы никогда не поверил, что это способно случиться со мной. Не каждая аудитория сможет смотреть подобный формат. Вас же я бесконечно ценю и уважаю за то, что вы всегда даете мне шанс пробовать себя разносторонне. Пока есть вы, мне все больше хочется прокачивать свои извилины и двигаться в том же направлении вместе с вами. Конечно, есть и горстка супостатов, что неустанно всплескивают негативные комментарии в мой адрес. Смею полагать, что им просто обидно, что у них нет настолько близкой и преданной аудитории, которую волею судеб мне повезло собрать. Я не знаю, почему именно мне повезло, но знаю, что это необходимо ценить и уважать. И, пользуясь случаем, скажу. Очевидно, вы заметили, что выпуски на канале Хаббл стали выходить чаще, и это неспроста, а исключительно благодаря вашей поддержке. И если у вас есть желание помогать проекту не только морально, но и материально, как говорится, хоть какой-то копейкой, милости просим. Самые большие пожертвования будут добавлены в следующее видео. Все реквизиты для донатов вы сейчас видите на экране, а также они будут оставлены в описании. На этом всё. Огромное спасибо, что пишете комментарии, лайкаете и советуете канал друзьям. Каждый ваш клик – это шаг к тому, что мы вместе соберём всё больше ребят, которые в один прекрасный день изменят мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...